здравствуйте меня зовут федор васильев и в этом уроке мы с вами рассмотрим как формируется вот такие вот наклеечки и зачем они нужны за что они отвечают если конечно вы сами еще не догадались давайте сначала посмотрим как делать наклеечку акция и скидка переходим в админку нашего сайта переходим в продукты заходим в какой-нибудь продукт и акция у нас включается тогда когда мы вот здесь вот включаем акцию то есть ставим да давайте посмотрим я выставил акцию и вы видите у нас появилась такая иконочка акция помимо того что у нас вот здесь высвечивается акция то есть информация об акции то есть у вас тут будет какой-то свой текст помимо этого у нас теперь еще есть наклеечка ну и соответственно вы догадались уже как работает здесь скидка если мы включаем скидку то есть настраиваем ее здесь давайте активируем сохранить обновляемся и у нас появляется помимо вот здесь вот перечеркнутой цены у нас появляется еще иконка скидка и указано насколько вы указали скидку прямо на этой иконочке теперь новое и хит понятно что новое хорошо сделать для каждого нового товара который вы добавляете на сайт чтобы появлялся иконочка новая хит это значит популярность то есть популярность просматриваемого продукта то есть сколько человек просмотрел и здесь вы уже сами определяете а когда появляться данные иконочки давайте посмотрим как иконочка новая и хит формируются я вам уже говорил что у каждого товара есть здесь вкладка основные параметры данная вкладка позволяет настроить индивидуально тот товар в который вы зашли редактировать и прокручиваем в самый низ то здесь вы наводите мышь и в принципе в описании здесь все понятно давайте же я сейчас глобально покажу вам как сделать чтобы вот эти стикеры появлялись автоматически для всех продуктов а не только в одном продукте сейчас выходим из продукта переходим настройки мы еще с вами не трогали данную настройку это настройки магазина основная настройка более детально мы рассмотрим ее позже сейчас нам нужно прокрутить в самый низ и найти раздела разное и вот здесь вот есть видите стикер новый стикер хит то есть вот если мы здесь какие-то данные зададим то это будет работать на все продукты то есть это глобальные настройки вот здесь подсказки понятно написано сколько дней с момента добавления продукта в магазин считать данный продукт новым например поставим 10 дней здесь абсолютно индивидуальная то есть как вы считаете сколько продукт у вас считается новым ставите просто цифру 10 давайте сохранимся и обновимся вы видите появилась здесь иконка новая то есть как только пройдет 10 дней с момента добавления товара на ваш сайт иконка новая исчезнет автоматически далее теперь хит здесь уже надо смотреть на продукт количество просмотров видите мы с вами вот это не отключали не обязательно смотреть главное вам понимать сколько должно просмотреть данный продукт пользователей чтобы данный продукт считался хитом например можно сделать там не за 1000 просмотров или 500 но сейчас для примера я вам сделаю 50 так как уже у нас 67 есть и иконка появится хит соответственно если вы поставите 1000 то есть пока продукт не просмотрит тысячи раз иконка хит не появится то есть вот так это работает сейчас вам просто показать что это иконка работает я поставлю всего 50 просмотров нажимаем сохранить обновляемся и вы видите появилась синенькая иконочка хит я надеюсь вы поняли как работают данные стикеры для примера вот я перейду в товар там где есть один просмотр и вы видите иконки хита нет то есть пока 50 просмотров вот здесь не будет данная иконочка не появится но иконка новая есть уже у всех товаров на этом я заканчу данный видео урок и увидимся в следующем